Ань, привет! Может устроим встречу одноклассников? Привет! Да зачем? Все разъехались, никого не собрать. Ну интересно же, у кого как дела, кто чего добился? Слушай, все мы видели в соцсетях, что ты купил новый BMW. Успокойся уже. Муж пришел к адвокату. Хочу развестись с женой. А что случилось? Да она каждый день таскается по ресторанам и пивнушкам. Неужели такая пьяница? Да нет, меня разыскивает. Как объяснить Гуглу, что если я спрашиваю, как заварить кофе в гейзерной кофеварке, то уже поздно предлагать мне ее купить. Дорогой, скинь 2 500 на этот номер, потом все расскажу. Эх, мошенники, у вас почти получилось. Почему почти? Потому что моя жена меньше 10 тысяч, никогда не просит, а так бы я поверил. Если бы ты выиграл 50 миллионов баксов, ты бы позволил своей девушке бросить работу? Она, остав свободной девушкой, может делать все что угодно, это ее проблемы. Когда жена спрашивает, что хочешь на ужин, я никогда не угадываю. А у нас на работе четкое разделение труда. Одни много работают, а другие много получают. Никакой путаницы. Фира, включи телевизор. Вдруг они скажут, что у нас все хорошо, а мы не знаем. Прочитал вторую книгу за год. Теперь никак не могу избавиться от этого пьянящего чувства превосходства над окружающими. Менделеев долго втолковывал жене, что нам в первом месте должен быть водород, а не семья и дети. Принц Гарри отказался от английской короны и теперь будет получать на жизнь всего 5 миллионов фунтов стерлингов в год. В таком случае я тоже отказываюсь от английской короны. Продолжение следует...